Величественный дворец 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 В 1772 году состоялась его реконструкция Кроме всего прочего Это еще и духовное наследие этой земли Вишневец неоднократно был в эпицентре боевых столкновений турецких, татарских, казацких, русских отрядов с войсками польской короны. Не обошла городок стороной и Вторая мировая война. Однако храму повезло, он уцелел. Уникальность нашей церкви заключается в том, что она древняя, и своим старинным видом, своей древней архитектурой, она манит к себе людей, которые хотят почувствовать дух древности. Здесь были драгоценные иконы, подаренные князьям Вишневецким или привезенные ими из многочисленных военных походов. К сожалению, ценные иконы не сохранились, потому что храм был разграблен, а во времена советской власти церковь и вовсе закрыли. В начале 90-х годов XX века усилиями местного общества храм был возобновлен. Теперь здесь проходит реставрация, а местные художники расписывают призамковую церковь. Действительно, храм очень древний, и в настоящий момент появляются новые современные, методы, которые совмещают архитектурную древность и современную роспись. Такое сочетание возможно, ведь все в истории тленно. Поэтому за храмом нужно ухаживать, поддерживать его в надлежащем состоянии. И еще с той точки зрения, что меняются сами люди, и эта роспись, более новая, обновленная, в новых образах, дает возможность больше раскрыться душам людей перед Богом, почувствовать красоту иконописи, почувствовать красоту духовности. Как видим, сейчас в храме работает один из местных художников. Это Павел Бас, который уже много лет занимается реставрацией и росписью украинских церквей. Вы знаете, я часто обращаю внимание на храмы, расписанные современными художниками. Современные художники, они пишут в более современном стиле, а церковная иконопись и вообще роспись, она вообще не соответствует церковному духу. Возможно, это мое мнение, потому что я учился иконописи у мастеров старой школы. И я знаю, что это было очень важным для старых мастеров, чтобы церковь соответствовала вот этому колориту, именно духовному. Чтобы цвета были уравновешены, и орнамент, и живопись, чтобы все это было как один ансамбль. Хороший художник, хороший иконописец, он старается выдержать этот колорит. А когда уже храм расписан, тогда действительно чувствуешь внутреннее удовлетворение от работы. Мы узнали, что Павел Бас, кроме того, что расписывает храмы, уже много лет пишет картины. Поэтому мы попросили художника показать нам свои работы и пришли к нему домой. В начале 90-х я остановился на таком искусстве, как сюрреализм. В течение нескольких лет я создал около 10 картин. Но в процессе этой работы я не только рисовал картины, а выходил на какие-то этюды с друзьями. Я почувствовал, что реализм — это природа, она мне ближе, как-то больше по душе. Попробовал рисовать не просто этюды, а картины в таком реалистичном направлении. В последнее время, где-то года три, может, лет пять, пробую себя в таком жанре, как портрет. Хотя я не чувствую себя профессионалом в портретной живописи, но кое-что получается. Пишу своих близких, друзей, знакомых, людей, которых я хорошо знаю. Так пишу, совмещая в себе все направления — сакральное искусство, реализм, сюрреализм. Костел святого Станислава расположен на правом берегу Горыни, то есть в Старом Вишневце. Его хорошо видно из княжеского дворца. Храм этот построили уже после смерти представителей рода вишневецких, когда городок перешел в собственность к их родственникам — Мнишикам. Этот костел был построен в 1757 году, в тот период, когда Вишневедчина уже принадлежала роду Мнишиков. К сожалению, во время Второй мировой войны этот костел был разрушен. В советское время никто не занимался его реставрацией. Но не так давно с нами связались представители благотворительного фонда «Память и любовь» и человек, который его возглавляет — Андрей Савчук. Он пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы этот древний памятник архитектуры на нашей территории не разрушался. Жители современного Вишневца понимают, что их славные предки когда-то строили на века, и теперь они должны сохранить для своих потомков то, что осталось. В городке строятся новые здания, скверы, стадионы. И все-таки Вишневец известен прежде всего как родовое гнездо славного волынского княжеского рода вишневецких. И так будет всегда. Сегодня мы с вами побывали в интересных местах нашего Вишневца. Познакомились с малой родиной основателя Запорожской сечи — Байды Вишневецкого. Немного проголодались и пришли в это уютное местечко, чтобы попробовать вкусное блюдо. Если вы захотите попробовать традиционное блюдо местной кухни, то вам нужно зайти именно сюда. А пока для вас их будут готовить, вы можете осмотреть интересный интерьер этого заведения. Как видите, здесь много раритетных экспонатов. Ну просто ресторан-музей. Это наше фирменное блюдо. Деруны в горшочке с грибами. Пожалуйста, приятного аппетита! Говорят, здесь особенно вкусны деруны с грибами. Их запекают с сырным соусом и подают в горшочке. Деруны с грибами — это действительно очень вкусно. В Вишневец стоит приехать не только, чтобы посетить родовое гнездо князей вишневецких, но и попробовать вкусное блюдо. Ждем вас, вишневцы! Приезжайте! Путешествуйте по Украине, открывайте новые города и рассказывайте о них всему миру. Пусть каждое путешествие будет ярким и незабываемым.